друзья всех порада видеть на своем канале садоводов дачников и просто любителей прекрасного сегодня мы поговорим с вами про голубику у нас их вот здесь вот растет 4 куста и вот здесь новые посадки в прошлый год посадили здесь два кустика вы видите смотрите какие моменты листики конечно же должны быть у неё ярко-зеленого цвета ну вот он куст прям у нас показательной здесь все идеально видно что нравится правда листики не очень большие не знаю но это может быть от сортности зависит а вот здесь листики уже немножко красные и это первый признак что почва мало закислено есть много очень методов это можно и щавелевой кислотой закислить можно серной кислотой закислить но это все химические средства я все-таки перехожу в этом году на биопрепараты поэтому мне хотелось бы использовать что-то натуральное из натурального я выбрал лимонную кислоту всем нам известная и доступная форма и посмотрим буквально потом через пару недель как отзовется голубика на лимонку лимонке нужно 5 грамм развести на 10 литров воды в ложке 25 грамм это получается прям буквально вот на дне ложки я уже положила сюда и сейчас не останется только пролить мои кусты ну ведро где-то смотрите сами на 34 взрослых растения это будет достаточно но я сейчас вот этим большим потому что у них усиленно видите какой лист красный я им как раз разолью вот эту леечку на два растения чем еще можно подкислить нашу почву вы можете закупить торф и сверху насыпать да мне муж подсказывает можно опилками из леса то есть средства очень и очень много пробуйте все все средства хороши нам нужно добиться чтобы листва была красная зеленая точнее что еще я сейчас сделаю для голубики я уже ее удобряла перед ее как раз вот началом развития это прям в конце апреля наверное сейчас я подкормлю эликсиром для ягод от биокомплекса очень шикарное удобрение био удобрение уточняю еще раз для чего для завязи хотя завязь уже пошла голубика вся цветет для вкусных ягод для быстрого созревания в общем очень хорошие здесь подобранные средства как мы ее разводим здесь написано 5 миллилитров на 1 литр я немножко уменьшу потому что подкормка все-таки была я сделаю вот 6 колпачков колпачки кстати и есть и самые 5 миллилитров 6 колпачков на как раз вот на нашу леечку дима нам нужна вода 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 так отлично так что теперь делаем теперь также подкармливаем наше растение видите здесь да у нас опилки из леса это самое хорошее очень подкисление иголки волки опилки так друзья все на этом наше действие с голубикой заканчиваем вопрос посмотрим ее через пару неделек что с ней будет как она отзовется на лимонную кислоту изменится ее ли листья и конечно же проверим если ничего не изменится такой может быть но навряд ли кстати да еще один момент а чего может быть такой от перепадов резких погоды то есть не только почва не закислена а резкие перепады какие сейчас мы наблюдаем этой весной это весной очень прохладно вот тоже может отразиться на нашей листве голубики поэтому всем цветущих садов и больших урожаев пока пока подписывайтесь на наш канал